Сумская область. Удары тяжелейшие, применяют авиабомбы, и многие в соцсетях, ну, люди, которые высказываются об этом, потому что действительно, ну, вот, да, очень мало информации именно с Сумской области, с севера нашей страны. Ну, вот, мэр Конотопа вчера вечером говорит, два прилета, инфраструктура. Вот, собственно, и все, что мы знаем. А на самом деле этих ударов больше, ДРГ заходят, и люди связывают это с активностью, ну, там, в том числе и российских добровольцев на территории Российской Федерации. Переизбранный, ну, мы официально считаем, что нелегитимно и незаконно, но Владимир Путин, который там выступал после, как бы, голосования в Российской Федерации, заговорил о санитарных зонах. Сейчас Медведев его там немножко, ну, Песков, точнее, Песков его немножко корректирует, говорит, это вот, это не то, о чем все подумали, это там не какая-то там волна оккупации, это вот просто, ну, такие меры военные, мол, немножко осадил, да, вот этот, ну, яркий пассаж по поводу санитарных зон на приграничье. Как вы относитесь к действиям РДК, к вот тому, что мы наблюдаем последнюю неделю? И давайте я вот так спрошу, вот прямо, да, если это была история, началась она со вторника прошлого, под выборы, да, в Российской Федерации, то каких результатов, собственно, добились вот этими налетами, набегами, заходами и сообщениями о контроле той или иной деревни? Ну, наверное, нужно сказать о каких-то политических больше моментах, чем военных, и я думаю, что попугать, привлечь к себе внимание, показать, что не все так хорошо в Российской Федерации, что границы, ну, там же, по-моему, такая ситуация, на тех территориях и мало людей, потому что там же все время обстрелы идут, это говорит о том, что мы пытаемся показать миру, что мы не аморфны, что мы тоже можем наступать, можем воевать, можем побеждать, можем удерживать. Ну, не важно сколько, главное сам факт, лишь бы это не стоило больших человеческих жизней, вот об этом надо думать. Хотя, наверное, те, кто туда пошли, они понимали, на что они идут, и это действительно герои, которые не побоялись положить жизнь за свою идею, за будущую, новую Россию. Я думаю, что придет время, и будет оценена позиция этих ребят, вот, но сегодня есть, ма ему шо ма ему, вина я вина. Конечно, там мы ничего не удержим пока, потому что, ну, таких сил у нас еще нет, вот, Россия как активизировалась на всех направлениях, а Сумская область, я думаю, что это связано с тем, что они будут готовить плацдарм окружения Харькова через Сумы с севера и какой-то там другой населенный пункт с юга Харьков, это непросто, вот, они будут пытаться все-таки Харьков забрать. Почему? Потому что я чувствую, что к этому все идет, и нам нужно сделать все возможное и невозможное, чтобы противник не подошел к Харьковским рубежам. Потому что, ну, там уже близко, там можно обстреливать из этих Катюш всяких, там, из других озброен, и они стреляют из этого. Вот, поэтому нужно думать, как нам, как нам защитить Харьков, Сумы. Вообще надо защищать Родину, ну, что тут думать, война есть война. Вот, ну, я не военный стратег, но я так понимаю, что без оружия, которое нам было обещано, вот, без Ленд-Лиза, который у нас почему-то уплыл от нас, вот, без помощи ситуация будет очень тяжело развиваться, и нам очень тяжело будет держать оборону, ну, надеюсь, удержим, молим Бога об этом, да. Вот, и я думаю, что все-таки дадут и помощь, дадут и оружие, потому что Европа подключилась к этому делу, и более активно европейцы начали задумываться над тем, что их ждет в будущем, если украинская армия, если украинская армия потерпит поражение. Но вот почему у них такие мысли начали возникать, которых не было в 23-м году? Это, наверное, связано с тем, что Россия наращивает военный потенциал, я так думаю. Нам тоже нужно думать о том, как наращивать максимально военный человеческий потенциал. Ну, человеческий особо брать неоткуда, мы же это понимаем и видим, да. А вот военные какие-то технологии, о чем писал залужный, я не говорю там грязную бомбу сделать, бросить или еще что-нибудь, но нужно ориентироваться на современное вооружение, более, ну, респектабельное в этом мире, понимаете? Потому что армия, которая воюет лопатами и калашниковами, она никому не нужна. Нужна армия, где операторы дронов, где операторы ракетных установок, где летают Таурусы, где в море ходят подводные дроны, камикадзе. Вот такая армия нужна. И вот эту армию нам надо создавать. Параллельно с тем, чтобы удерживаем границы и не пускать русских дальше захватчиков, мы должны параллельно брать деньги и готовить вооружение, собирать дроны, готовить пушки, снаряды, патронный завод, подземелья строить. Мы должны развивать военную экономику. Я не очень понимаю, сколько на это нужно денег, но судя из того, что я читал залужного 200 миллиардов, ну, слушайте, это не такие большие деньги, 200 миллиардов, для мира. Если вы думаете, например, ковидный фонд в Евросоюзе, 150 миллиардов, ковида нету, нахрена им этот фонд? Создадут еще раз, пусть отдадут из ковидного фонда нам денег. Раз так боятся русские. А если они только на словах бла-бла-бла боятся, тогда и нечего нас агитировать, и нечего давать нам надежду. Мы будем сами знать, что нам делать тогда. Но украинцы же не любят, когда их обманывают, понимаете? А нас начали обманывать. Это плохо. Слава Михайлович, как к цифре относитесь, победы Путина на выборах? И насколько, ну вот как вот все-таки она эмоционально или политически влияет на Запад? Потому что понятно, что Украина высказалась против. Согласен, обыкновенный обыватель американский, да? Он же не понимает, что можно сфальсифицировать 40%. Он же этого не понимает. Он думает, ё-моё, вот тебе, пожалуйста, Россия проголосовала 90-87% за Путина. Да? Ничего себе! Так а зачем? А шо? А он же не понимает, что можно и 105 было написать процентов. То есть приехали китайцы, перешли через границу, через Амур-Дарьюг, и проголосовали за Путина. Вот тебе 5%. Ну то есть, понимаете? Ну это же просто смешно. Ну конечно, ну может быть там и есть. Нет, то, что там его поддерживают. Вы же знаете россиян. Россияне, я думал, что немцы такие, что их построили, а не пошли. А как за русские такие же? Их построили, а не пошли. И они верят тому, что показывает им телевизор. Понимаете? Ну а у них выхода нет. Они не могут сказать, я не верю. Не могут. Потому что если он скажет, я не верю, завтра у него бизнес заберут. Понимаете? Если он напишет в соцсетях, ну правда в Украине уже тоже эта фигня появилась. Если он напишет в соцсетях, например, что я против там власти, против Путина, против войны, все к нему придут. Потому что, вот видите, они же даже попробовали на выборах организовать электронное голосование. Военные строители, железнодорожники и лица причастные к операции, они голосовали 14 дней. Они голосовали 14 дней. У них было предварительное голосование. И большинство из них голосовали электронным способом. Почему? Потому что они решили препарировать электронную систему к возможности голосования под управлением. Я не знаю, как голосовали люди, там 4 миллиона, говорят, на территории вот этих областей, которые захвачены русскими и находятся под оккупацией. На оккупированных территориях голосовали люди, я не знаю, там, бюллетенями тоже, ну, наверное, электронными. Этими тоже голосовали. Там же было, у них написано, что в труднодоступных местах, это вот эти доступные, это центр Европы, у них считаются труднодоступные места, чтобы вы понимали. Вот. Там было голосование электронным способом. Ну, конечно, можно нарисовать. Бабка 80 лет понимает, вот как это электронное голосование, список взяли выборщиков, проголосовал и все. Ну, в Украине тоже такое делали, но мы за это сажали в свое время, когда я был генеральным, за фальсификацию выборов. Вот. Ну, так посмотрим. Я думаю, что никак это особо не повлияет на мировую ситуацию, все знают, что оно будет. И никак это не повлияет, но они могут стать наглее, они могут стать коварней, злее, и агрессивность власти русской может усилиться. Они получили якобы, вот он, доверие. Это же не только Путин, это же вся эта банда, понимаете? Поэтому не так все просто. Получается, что мы со своей стороны с вот этими русскими добровольцами, с обстрелами, беспилотниками разных точек, НПЗ, и, скажем так, прилетами, ударами по Белгороду, ну, собственно, ничего не сделали. Ровно так же, как и там российская оппозиция, которая там собиралась на полдень против Путина, выстраивались эти очереди. Получается, что, ну, методы не те. Ситуация не та. А как ни странно, в России не удалось развить реальную оппозицию. Притом она была задушена в мирное время. То есть, россияне, они допустили такой момент, когда Навального и отравили, и в тюрьму посадили, и откачали, и потом он умер, и Ходорковского выперли, и коммунисты стали ближе к власти. То есть, там не смогли создать... Ну, коммунисты у них с олигархами сидят рядышком. Как это сочетается вообще по уставу коммунистической партии? Где у нас пролетариата, где у нас буржуазия, который могильщик, пролетариат, могильщик буржуазии. Где этот могильщик? Где могилы? Ну, что они... Карла Марса они читают? Или что? Читают. Просто Зюганов не хочет уже ничего читать. У него все есть. Зачем ему читать? Сумела российская власть побороть оппозицию? Сумела. Я удивляюсь, конечно, русским людям. Они же вообще-то характерные люди. Да, но там, конечно, есть и пьющие, и не пьющие. Есть интеллигенция, есть ученые, есть всё. И тем не менее, Сахарова там второго нет. Понимаете? И Солженицына там второго нет. Что, не отупели? Я думаю, нет. Я думаю, что власть вовремя реагирует на вот эти проростки, ростки, знаешь, росточки оппозиционной мысли. Ну, как реагирует, мы с вами можем догадаться. Они её просто уничтожают, выпалывают, как бурья. Понимаете? Вот. Не так мухнул, всё в тюрьму, пять лет, иди гуляй. И международная, международная, конечно, общественность сделала большую ошибку. Особенно Европа, особенно Америка, я считаю, сделали большую ошибку, что они перестали реагировать на своеволие русской власти в отношении оппозиционеров. Помните дело Магрицкого? Как он там был? Помните? Там санкции, там не пускали всё. И русские тогда прижали уши. Погиб один человек, помните? Который был как бы в оппозиционной, что-то там раскрыл, написал. Вот это ввели санкции, произвели аресты, был международный суд. А после этого всё затихло. Как бы дали отдушину. Вот если бы Европа, Америка, ну западные демократические страны, ну наверное, более активно поддерживали оппозиционное движение в России, то может быть и войны бы не было. Может быть у них бы в парламент, ну в ихнюю думу там, зашли бы люди, которые бы голосовали против войны, которые бы кричали, которые бы шумели, которые бы не боялись уголовных преследований. А нет. Они своё решили. Поэтому, когда кто-то говорит, что как бы Россия там стала такой, она стала такой, потому что ей дали такой стать. Надо было с ними работать. Как работать? Это уже третий вопрос. Ну и конечно вот эти все истории с автомобилями на российских номерах, с запретами перевозить что-то, какой-то конкретный прессинг русского в эмиграции, россиянина. Это тоже как бы оно сыграло, обратный эффект получился. Абсолютно с вами согласен, абсолютно. Что кто уехал из России, люди несогласные с режимом Путина. А вы их берёте и трахаете, извините за нелитературное слово, там в Европе. Эти люди, это тот фонд ваш золотой, из которого вырастут дети протестанты, дети революционеры, дети оппозиционеры. Это те, которые будут ходить на шоу всякие, на конференции. Те, которые родственники в России будут в оппозиции к власти. Люди покинули страну, уехали от ненавистного им режима, а вы их ещё и прибиваете. Ну и сколько вернулось, конечно же. Да. Но надо не забывать, что с наших территорий тоже около трёх миллионов русскоязычных украинцев уехали в Россию. А чего? С какой радости? Тоже надо было что-то предложить людям другое, кроме там, ну я уже не хочу об этом говорить, тысячу раз уже говорилось, и мова, и вера, и всё на свете. Я хочу вот этот момент результатов выборов. Сейчас понятно, там кто-то поздравляет, кто-то не поздравляет. Всезападная пресса пишет об этом результате, кто-то делает акцент на то, что там сумасшедшие проценты исторический рекорд. Явки, исторический рекорд. Собственно... Пальмак 100% написал. Первого места. Бербак выходит, говорит, что, собственно, выборы не настоящие. И заявила глава немецкого МИД, что Европа будет готовить какие-то новые санкции против Москвы. Боррель выборы тоже не признал. В общем, говорит, что я хочу подчеркнуть, что это были несвободные, нечестные выборы в сильно ограниченной среде. Это я еще дипломатически мягко выразился. Более того, они были основаны на репрессиях и запугивании. И в конце сказал, после этого мы выдаем Украине 50 миллиардов евро для того, чтобы они устойчиво воевали с демократическими выборами в России и с недемократической страной. Точка. А вот это озабоченность их высказывания. До печки вообще. Давайте уже, наверное, каким-то реальным действием переходим. Так вот, я хочу, смотрите, вот видите, как вы сразу о деньгах, об оружии. А я вам хочу, вот если вот такие идут разговоры от дипломатов европейских, то а есть с кем подписывать мирный договор, какие-то гарантии безопасности, идти на деэскалацию, если вот так относятся? Я хочу это сказать, и вот чтобы мы с тобой поставили точку в наших разговорах, никогда не будет мирного договора, никогда, между Россией и Украиной. Как не будет между Россией и Японией, как нету его между Южной и Северной Кореей, как там в Африке между какими-то странами его нету, вот так и у нас уже не будет. Все. Мы вечная война. Вечная война. Точка. Но не будет. Все. Мы милитари. К этому надо привыкнуть и так воспитывать и рожать детей, зная, что рано или поздно им придется воевать. Ну, что сделаешь? Мы так попали. Все. Святослав Михайлович, ну, так не бывает, чтобы не было никакого выхода. Тут Шмыгаль говорит, рожайте по три ребенка в украинской семье. Правильно, потому что надо воевать. Он молодец. Не, ну, дело не в этом, не в трех ребенках. Дело в том, что никто с Россией мирный доллар подписывать не будет. И Россия с нами не будет. И даже если там поменяется Путин, придет Шмутин, еще неизвестно, что он запоет. Все. Вы же знаете, как говорил Гай Юлий Цезарь. Если вы хотите на всю жизнь поссорить два народа, убейте кровных родственников, заберите землю. Куда не поверятся. Гай Юлий Цезарь, он был не дурак. Вот у нас так и произошло. Мы поссорены на веки. С мистерами. Продолжение следует.